ну что попробуем евротрек симулятор все может и будет суметь следующая серия Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Опять поехали Примашки на пикте без каких-либо овинтиков Стоп Настройки клавиш-мыши Что у нас на Q На U Переставим на N Переставим на E Пускай будет О, подойдет, тормоз прицепом B поставить, торможение двигателя на X Вот так вот Карта Квозь-контроль-C Сходим и сквозь Возьмите 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 Скорость Возьмите 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 Продолжение следует... 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 вот он фашизм каким-то образом поддерживать я же говорю чё-чё они там чего не могут поддержать здесь они прячутся блины какой у них авторитет какой чё кто кто ты такой любой функционер спроси ты кто солдат разбитой армии ну и чё ты тут делаешь и ты меня будешь учить как мне бороться они опять же блин пока пока у них армия осталось вот чем фишка если они рассеянные живут как частные лица то все уже не то и тем более кто кто там участвовал кто из них фашистов то из тех кто там убежал понимаешь все следующие фашисты они были доморощены родом с оттуда вот где где родились там это уж мы методика то ты чё ну как как царь рулил вот у нас николаш кровавый вот он в начале как раз 20 века рулил именно по-фашистски военно-феодальный такой империализм он кнут палка чешок зубы как у маяковск значит что попрошу слечь и пошел сеть так что вот фашизм он я говорю фаш фашизм он в капитализме кроется они в том что кто-то где-то книжку будет напишет или денег даст и с ним фильм фашистский это шар она не то она способствует или допустим какая-то героическая история тянется не ну она понятна она опять же знаешь вот я говорю пока есть вот эти вот бедолаги то которых можно пролечивать эту фигню она и работает и опять есть если ты даже одну только советскую литературу начнешь там издавать у тебя же вокруг все равно капитализм самочек без парк бесправный рам там даже блин это самый советской билетристика и плохо будет заходить просто люди будут читать и вы тут чуть такой в жизни такого очень нету хочу о чем-то напишу за фэнтези что у них там за отношения где-то где кто такой видал главное чтоб капитализм как почва как чернозем на котором фашизм произрастает над так ладно разобрались с этим вопросом да да совсем что-то что-то долго разбирались да ну ладно хорошо хорошо давай следующий следующий не совсем понял сейчас секунду вопрос товарищ времени совсем понял его поэзию поэзии сейчас всегда с удовольствием но последнее время так как живу в пограничном с украиной районе не могу слушать шуточки и ерничество в последних видео постоянно с территории украины слышны взрывы из харьковской области у нас очень много военных часто с ними общаюсь о чем по-вашему с ними говорить ленина с марксом цитировать вообще-то я например с кем не говорю начинаю ленина маркса цитировать это так и так она сама как-то получается не знаю о чем плохого то не а во-первых касаемо шуточек дорогой товарищ я когда нервничаю я хихикаю это у меня такой неустранимый считай дефект как у джокеров в кине ничего ничего не извини не могу с собой поделать и чем больше нервничаю тем больше хочется хихик видимо какая-то защитная реакция организма есть совсем не в моготу ну блин я себя поломать еще никак не могу это я значит буду не мысль свою развивать а бороться блин с желанием схихикнуть вот это первое второе мне вот ты зря шуточки шуточек эти уроды мин боятся очень сильно знаешь гоголь круче кавки потому что он те же самые ужасы от которых кавка просто ваут выпадал а вот гоголь их высмеивал знаешь он показывал не только то какие они страшные но еще при этом за счет того что над ними смеется еще понимаешь помимо того что они страшные они еще такие ничтожные такие мелкие знаешь они просто как плесень они иллюзии а это боевой дух это поднимает боевой дух трудящемуся классу чтобы понимать что эти тоже сами-то хозяева жизни они себя рисуют а о хай все на белых конях там все шашки в руке все такие герои победителя капни вот ревизор получается вот так так что товарищ с одной стороны ничего не могу с собой поделать вот с другой стороны в это не так уж и вредно с моей точки зрения все товарищи если ты слышал запись она была такая где мы не хихикали вообще где были все тройки году а пусть да 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 не стал слушать уверяют тебя это было такая депрессивная до мрачная херня да потому потому что да и не было сил смеяться честно говоря в ауте все или я еще три ночи не спал дальше я был лучшим лучше уж так так это первое а второе говорить только нет ну блин как ешь учете универсальное заветное слово там не могу сказать нет такого дорогой товарищ смотри как как я буду я я не знаю в какой обстановке ты с ними общаешься на какие темы ты с ними общаешься я например лично я могу с любой темы как перевести тело на марксизм ленинин потому что марксизм настолько всеобщий что о чем вы не заговорили хвост про культуру хвост про науку хвост про историю везде тем марксизм пригодится вот а так чего если так общие советы не знаю про текущую ситуацию не знаю спроси как же тебе 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 тут же начну жаловаться вряд ли кто-то начнет хвалиться скорее всего начнут жаловаться ну а дальше по обстановке дорогой товарищ настроение среди военных изменились то что было допустим в конце февраля в начале марта насколько сильно похоже на то что они сегодня думают что они тогда думали вообще действительно ли они рассматривали на быстро и завершение этой спецоперации причем за четыре дня справиться все вообще так уж в чём все происходит начали лучше спрашивать товарищ лучше больше спрашиваю чтобы ты на фактуре которую тебе даст сам человек ты мог уже на ней строить какие-то свои мысли есть не так что их не слышишь и там давай а вот маркс а вот ленин кстати на уме на конечне чуть не надо да это точно увеличить не надо есть один нюанс надо всегда тоже во время разговоров особенно с военными потому что мы думать о последствиях насколько ты можешь взять на себя эту ответственность туда даже хорохориться не стоит или склонять к нарушению кодекса уголовного например с умом дорогой товарищ о чем говорили какая ж херня творится а дальше да дальше путь пусть они сами там каждый на свой лад подхватит вот ты видишь кто к чему склоняется уже и смотришь с кем как беседовать ну это ладно да это такие тактический сайт такая материя в этом на местности виднее любому человеку нужен свой подход психолог ну ладно чё дорогой товарищ да закончили с этим вопросом все про хихика не сказали про эту сказали чё говорить насколько есть ты чё-то не то имел ввиду дорогой товарищ ты напиши еще раз что вы меня неправильно поняли ответьте еще раз новость ну точнее даже по фотографиям видно вот разбитые роты там прямо в обломках парадная форма военные ехали с парадной формой думаешь они вот помещать кто его знает давай не будем углубляться в то кто чё думал если если короче если среди слушателей есть товарищи принимавшие участие напишите если есть у вас желание поделиться мы может потом разберем вы напишите чё вы думали тогда чё думаете сейчас чё поменялось чё не поменялось вот а мы к следующему вопросу тем временем переходим так вопрос следующий такой риме майснер беседе о событиях казахстане говорил о том что ленин своих трудах описал как правильно подготовить восстание ну ладно ладно хорошо давай дальше как считаете на какой том его полного собрания сочинений стоит обратить пристальное внимание первая часть а ну то товарищ значит буквально с первого по 55 не 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 нет вообще против пробить надо все но вот именно про то как к не то что само восстание он же не бланкист был ильич он не тоже что мы заговорщики собрали тут боевые группы как мы прыгнули в определенный момент в кремль забежали и вот она власть наша я не понял что она так не работает первым делом нужно массы воспитать в революционном духе как можно шире распространить идею саму о том что текущее положение вещей она невыносима чтобы улучшать его нельзя что улучшить положение свое трудящийся а это наш электорат которому мы обращаемся что положение свое трудящийся может улучшить только путем революции вот вот эту идею распространять как можно шире потом из тех среди кого ты распространил набираешь себе партию партию которая представляет интересы пролетариата вот партия единая централизованная противостоящая всем буржуазным и мелкобуржуазным партиям самостоятельная но ну а потом уже там до восстания тут уже это ленинское учение революционной ситуации надо пересказывать сделать так когда прописано так что дорогой товарищ я не помню 32 том это когда уже началось и уже там пошло больше не про то как захватить а про то как удержать попал где-то 32 если не ошибаюсь но это там погугли дорогой товарищ а вообще всего ильича настоятельно рекомендую пробить уже это мы так сказали он на самом деле и в более поздних он возвращается еще неоднократно там да вспоминает что было так что читайте ленина не прогадаете в любом случае в любом случае хорошо проведете время как минимум тут есть еще вторая часть немножко не про ленина так давай хорошо очень недавно в исторической перспективе в 2006 году не пали силами моистов была не спровержена монархия власть перешла к временному правительству из буржуазных и социалистических партий а в 2016 году коммунисты после длительной агитационной работы победили на выборах и с тех пор вроде как все те же партии представлены но решающее влияние заправящей коалиции из марксистской и майской партии они определяют политику страны политическое устройство как в странах народной демократии вполне возможно информации этих событий очень мало и непальским мы не владеем но очень интересно как же у них все таки это получилось ну нет вот смотри дорогой товарищ вот как получилось видишь у них получилось потому что они во время революционного взрыва попали к рулям если бы они промедлили тогда то буржуи потом бы когда все устаканилось хрен бы их уже куда пустили а так они нам это то то же самое почему собственно совет это временное правительство было вынуждено терпеть а потому что они на волне этого революционного подъема появились и как бы и чё с ними теперь делать а мы кричим что ура демократии как-то разгоня потом пришли к тому обязательно все закончится тем что либо одни победят либо другие либо буржуи устроить девяносто первый год либо значит эти соответственно коммунисты буржуи устроить 17 по другому просто не бывает не может это навечно зависнуть в таком положении потому что постоянно мне над нас то одни тянут в одну сторону другие в другую то есть кто кого пересилит вот лишь когда вот попадаешь в результате войны к рулям то тебя потом уже труднее сковырнуть все хорошо видишь они купили уже у них у них же есть другая штука есть тебя задавить нельзя они пытаются тебя купить тебя нельзя купить может кое у кого-то из того окружения можно никто не по его вообще не продается а тогда можно попробовать кому-нибудь создать сложную ситуацию и посмотреть на его стойкость вот тогда может быть причем не то что вывести там прям спросить чё с нами ты или закопаем просто там организовать чтобы он без денег например остался или же нужно было бы родственнику там операцию задорого сделать и предложить уже на такой волне буржуи вот все поставлено там годами столетиями они этим занимаются там целые методички как это делать в контексте допустим какой-нибудь профсоюзной борьбы вообще рабочего движения везде в партии везде одно и то же везде здесь какой-то пример конкретный вон у нас пример купили всю партию как купили пол партии там в двадцатые-тридцатые партии не партии но пол верхушки скупили точно и опять же как кого одних под них прямо купили других запугали третьих блин запутали специально а потом блин начали это самое угрожать что на тебя компромат есть например как с янукидзе некоторые в критический момент перетрусили как бухарин из дуру согласились сотрудничать а им потом этой расписочкой там трясли чуть что хочешь начальство узнает как ты в заговоре с целью убийства ленина поучаствовал вот как классно будет как раз твой портрет недавно видел на красной площади будет он там висеть все-то клиент готов спросить что хотите некоторых он и говорю какие желатом на этой провокации с девочкой в общем короче короче методы разные очень интересно наблюдать за компартия в разных странах они приходили к вас или наоборот теряя власти так они получили союзы например вот как здесь указано что буржуазные социалистические партии в виде временного правительства вот опять же дорогой товарищ вот ты смотри у них была общая цель опрокинуть монархию вот по для этого собственно говоря буржуи пошли на союз коммунистами потому что была общая цель как только общей цели не стало их сразу в разные стороны потянули вещь товарищи оказались ушли вот оказалось они не переродились вот а из да 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 все таки они самозаимно правда видишь и и буржуев не до разгромили но это опять же а потому что у них еще более-менее общая цель то есть отбиваться надо там там небось опять же некоторые некоторые бегают ребята которые думают как бы монархи восстановить а это как бы не нужно ни буржуев ни коммунистов в общем так или иначе говорю так или иначе это закончится тем что либо одни либо другие победят и свою повестку продвинут как бы навек заморозить ситуацию когда у нас и пролетарская партии буржуи есть невозможно вот так чё следующий давай вопрос мой вопрос тяжелый здравствуйте в одном из роликов на вопрос что делает людям левых взглядов товарищ мастер высказался про необходимость создания партии нам но это это не я это ленин ленин сказал такие же партия михаила васильевича попова рабочая партия россии почему-то не считает ее за кошерную партию пролетариат а я ничего